Всем привет! Купила себе новую селфи-палку, точнее у меня ее никогда не было, хотя я уже сто лет снимаю видео. Ну вот, можете поздравить меня с новой селфи-палкой, вы ее видите в отражении в зеркале. Вот могу вам вышивку как раз показать. Вот она, что я в тот раз навышивала. Ну, теперь вы будете смотреть видео мои вот так вот нормально, а вот не вот так вот. То есть я буду нормально размещаться в кадре. Сейчас пойдем в огород, снимем, что там происходит. Гусь ушел в соседский двор. Вот наши кувшины, нашли еще экспонаты такие, здоровенные куски кувшина. Вот наш огородный музей. Это наши инструменты. Спряталась в сарай, тут вроде бы не так ветрено, думаю, будет лучше слышно. Почему так долго не было роликов? Последний мы снимали, наверное, месяц назад, когда у нас здесь трактор работал в огороде. Пахал нам землю, когда мы увеличивали огород два раза. И так я пропала. На самом деле я снимала ролик 2 июня. Это был наш праздник, день нашего переезда в деревню. Прошло ровно два года. Хотела сделать обзор огорода именно в этот день. И получить поздравления. Ну ладно, я их получу тогда сегодня. С запозданием. В общем, сняла я ролик. И оказалось, что звук у меня отстает или вперед идет. Я так и не поняла. Монтировала, монтировала, так и бросила. Говорю, ладно, друзья, время, сниму новый ролик. На троице в храме все зеленое. И вот в огороде у меня тоже все зеленое. Помыла дома окна наконец-то. Вообще их моют на Пасху, а я вот вымыла только на троицу. Теперь мне все видно из дома стало. А то у меня когда стояла рассада, здесь вообще ничего не видно было. Пока рассаду не убрала, я их не мыла. Все равно там поливаешь, земля валится. Начнем, наверное, с моих клумб. Которые не очень такие хорошие, но все-таки на них что-то выросло. Здесь у меня ромашки. Вот эти в виде елочки. Астры. Здесь ясколка белой цветы должна быть. Но здесь тень под яблами. И растет здесь все не так хорошо. Здесь мои цветочки. Называются они Агростема милас. Вот такие маленькие цветочки, очень красивые. Какие-то стволы у них не совсем красивые. Такая у меня получилась клумба. Здесь бардак почти убрали. Косили. Здесь травы было вообще как в джунгли. Под окном у нас вырос вяз. Весной он был вообще просто несколько веточек. Мы его вырубаем, вырубаем каждый год. И он вырастает вот такой. Все нам загораживает. Теперь из этого места, где расположены мои клумбы, выходим в огород. Здесь мы сделали слив. Все уже сравняли, закопали. Здесь была куча песка. Ее тоже убрали. Сквозь этот песок прорезался вот такой ревень. Там были банки-склянки. Весь мусор от того, что сарай разбирали, скидывали сюда. И сквозь это все он вылез. Когда песок убрали, он у нас упал. Вот такой большой ревень. Его даже дети едят. Он такой кислый, как щавель. Вот что осталось от нашего сарая. Что-то пошло на дрова, что-то на мусор. Не было кирпичных фундаментов раньше. Ставили строение вот на такие булыжники. Вот эта стена последняя будет сноситься. И уже в ближайшие дни у нас появится здесь забор. Вот еще цветочки Агростема Мелас. Которые я сажала. Как бы вы видели, маленькие я сажала. Здесь они получше, потому что здесь солнышко. Но они здесь и повыше, и цветов здесь побольше. Здесь самая старая моя клубника. Я ее сажала там на давних-давних роликах. Показывала. Убрала у мамы и рассаживала. Вот два или три назад она уже так сильно разрослась. Но ягодки все равно там есть. Так. Это ломб, это лопата. Это ящик. Это ящик из-под газового баллона. Сейчас я вам покажу еще одну свою клубнику. Это клубника Иришка. Разрослась она тоже очень густо. И ягод на ней очень много. Вот посмотрите на одной ветке, сколько ягод. Вообще, я очень гордилась этим кустом. Мне так нравились эти ягоды. Прям я в восторге была от этих ягод. Они прям принесли мне кучу-кучу плодов. Но вчера эта клубника мне уже теперь не нравится. Вообще, какое-то время я гордилась своими ягодами. Они мне так нравились. Их так много. Я их вырастила из семян. Шиктыки маленькие-маленькие у меня были там. Муха, отвали! Росточки. И это. Вчера меня угостили такой клубникой. Прям вот такая вот крупная. Не знаю, сантиметров 5, наверное, одна ягодина. Сижу дома. Звонок в дверь. И приезжает ко мне в гости. И они угостили меня ягодой. Что теперь вот эти ягоды вообще не ягоды. Передаю привет тем, кто угостил меня клубникой. Здесь растут мои помидоры. Они у меня такие уже большие. На них есть уже помидорки. Муха, отстань от меня, ты мне надоела. Отслепень. Вот это вот бантик у меня сверху завязан. Это черри красная, вишня. Где-то есть еще... А вот это вот желтые будут у меня помидорки. Уже маленькие такие висят. И на одной помидорке... Где она? На одной помидорке у меня очень толстый ствол. Прям жирный-жирный. Не знаю, что это за помидорник такая. Вообще вот. Смотрите, какой толщины у нее ствол. Огромный. Это, наверное, приполярные у меня помидоры. Которые, типа, не боятся мороза. Здесь у меня растет пару баклажанчиков. Свекла у меня вот такая вот большая. Я ее продергала. Чуть-чуть вот так окучила. Сделала такие, как бороздки. И она теперь вот такая вот у меня выросла огромная. А морковь у меня совсем не хочет расти. Вот. Все, что выросло. Морковь Леночка. Я хотела посадить мою морковь карамелька. Посеяла кусочка, а она и даже не взошла. И посеяла потом опять Леночку. Вот первые, первые сходы есть. Вот такая вот дурацкая у меня в этом году морковь. Здесь у меня целых три грядки лука. Целых три. Обычно я сажала одну. А в этом году купила что-то столько много сеянца. Этих маленьких луковичек. Купила я их, кстати, в зоомагазине. Пришла коту корм купать, а там лук продается. Нормальный лук оказался. На первой грядке я сажала самые такие отборные луковички. А на второй тоже мне хватило хороших. А на третью пошли уже самые такие дохленькие луковицы. Поэтому здесь лук чуть-чуть пореже. Тут у меня какой-то укропчик по краю растет. Это клумба. Цветочки здесь. Тут у меня опять клубника. И здесь клубника. И мне кажется, я скоро все засажу этой клубникой, как я люблю эту клубнику. Прям хожу каждый день, ее срываю и ем, жду, пока они там поспеют. Вот она уже краснеет. Но все равно моя клубника вкусная, потому что я ее вырастила сама. А здесь у меня парники. Нет, не парники. Как же их называют? Теплицы? Нет, не теплицы. Это парники называется. Ну, в общем, грядки покрытые тряпками. Здесь растут те самые огурцы, которые росли на окне. И уже мы три огурца съели. Вот подрастают еще огурчики. Они такие длинные, салатные. Вот еще один огурчик. Огурцы из семян я сажаю в Клавдия. Хороший сорт. Все так взошли хорошо. Я их выращивала дома, а потом уже пересаживала в грядку. Один посаженный огурец кто-то обгрыз. Прям весь ствол ему съели. И вот вчера мне пришлось посадить новый огурчик сюда. Здесь у меня растут помидоры. Немножечко заросли они. Но они вот гораздо хуже, чем те, которые в открытом грунте у меня растут на улице. Вот здесь два огурца. Они такие дохленькие. Они плохо пережили пересадку с окна. С них я ни одного огурца еще не получила. Но надеюсь. Надеюсь, получу. Здесь темновато. Я уже расковыряла эту теплицу с той стороны. Надо было открывашку сделать с солнечной стороны. А мы сделали с этой стороны, как в том году. В том году у меня здесь росли огурцы в притяненном месте. Они росли хорошо. А вот помидорам не хватает, видимо, солнышка. Та вот теплица открытая. Там огурчики прямо живые по сравнению с этими. Это мои огородные инструменты. Почему-то все у меня зеленые. Лейка зеленая. Инструменты зеленые. Я вообще люблю зеленый цвет. Это горох. Горох у меня очень плохо сходит. Его ощущение, что его кто-то съедает. То есть здесь были рядочками все посажены. Зашло вот половину, наверное, только. Подсаживала еще. Пока жду всходов. Гороха в этом году мало. Здесь у меня редиска. Вот, редиску уже едим по чуть-чуть. Но ее тут совсем мало. Она еще мелкая. Крупная мало. А здесь я посадила салаты. Все свои старые семена посеяла в одно место. И ничего у меня не взошло. Видимо, салаты, семена салатов долго не хранятся. И посадила я сюда вместо салатов вчера свои клубники. Те самые три клубнички. Новый сорт. Как уж они называются. Грандиант. Из пяти зернышек, которые были в пакете, у меня взошли только три. Тут у меня еще одна клуба. Вот эти елочки. Это будут ромашки. Это астра в серединке растет. Вот эти растения с белесыми цветочками. Это будет мох. Красивый мох. А вот эти кустики, это ясколка. Будут белые цветочки. Совсем забыла рассказать. Вот там видите сено. Это у нас посажена картошка. Но она посажена не в одном месте, а посажена еще в нашем новом огороде, втором. Поэтому поподробнее о картошке здесь. Здесь росли березы. Нет, здесь мы сажали картошку. И все. В принципе, земля никак не обрабатывалась уже много лет. Тут росли старые кусты. Блин, ветер начался. Тут росли старые кусты, березы. Все их выкорчевали. Землю вспахали. И теперь здесь вторая часть огорода. Ну, здесь опять клубника. Пока есть тут нечего. Вот так вырос мой чеснок. Которые чуть не повредили, когда пахали. Тракториста там не было видно, где у меня окончаются грядки. Здесь я посадила баклажаны. Но картошка решила, что она здесь будет расти. Вообще, проблема в том, что мы наделали грядок. Решили, что здесь будут расти помидоры. Но картошка решила, что здесь будет расти она. Это моя капуста. Капусту мне вырастила мама в теплице. Потом дала мне рассаду, и я ее сюда посадила. Еще в капусту я посеяла укропчик в серединку. Даже в капусте картошка решила, что здесь будет расти она. А здесь у меня опять растет морковь. Только где она растет, я пока не вижу. Может быть, когда-нибудь она здесь вылезет. Вообще не знаю, где у меня морковь в этом году. Будет у меня безморковная зима. Вообще никакой моркови. А здесь остались семена свеклы. Я ее тоже посадила. Тут она еще маленькая. Свекла у меня негритянка. Мона, одноростковая. И барышня какая-то, барыня. Здесь у меня еще одна грядка с огурцами. Много-много огурцов посадила. Появляется уже третий листочек на моих огурцах. Они растут безо всякого покрытия. Просто вот как воткнула, так и растут. Я их тоже рассаживала. Как два листочка появилось, так и я их сажаю в землю. Кабачков в этом году я всего посадила 4 штуки и хватит. Потому что их сначала хочется, а потом не хочется. И выбрасываешь их только. И вот посадила еще две тыквы. Тыква дынная. И вот эту грядку я сдала в аренду свекрови. Она тоже здесь насажала тыкву. Здесь у меня все-таки три перца. Я перцы не люблю и сажать их не собиралась. Но мама сказала, что муж ест перцы, но посади хотя бы три штуки. Ладно, я посадила три штуки. Но я их запах вообще не переварю в этих перцах. А здесь у нас посажена картошка. И посажена она разными-разными способами. Вот это вот моя картошка, которую я сажала из семян. Сорт Велина. Вот еще какой-то один сорт. У него более темные веточки. И императрица или фермер. Я уже не знаю точно, какая. Ну вот моя картошка, она выглядит вполне настоящая. Такая же картошка, как и посаженная обычным способом в землю. Ну вот здесь муж посадил два ряда. Она взошла. Вот соревнуем все, у кого будет больше картошки. У меня вырастет больше или у него вырастет больше. Посмотрим, какой способ даст больше урожая. А здесь он посадил картошку под солому, как сажает каждый год. Два ряда взошли. Третий ряд только-только начинает сходить. В чем причина? Вот в этих двух рядах он картошку слегка подзакопал в землю, и она взошла быстро. А здесь просто положил на землю. И она не хочет заходить. Он ее окучивает периодически. Строит вокруг нее какие-то вот такие гнезда из соломы. Ну как бы укутывает ее. Уплотняет солому, чтобы туда свет не проходил. Я пришла проверить в огород, что он тут делает. А он тут вот такие гнезда вьет. По кругу картошки. А, сейчас забыла. А здесь он мне сделал прекрасный новый забор. Забор не глухой. Я могу любоваться природой сквозь этот забор. Все видно. Правда, самого забора почти не видно. Только синие палки торчат железные. Так, это баня, в которой мы никогда не мылись. И мыться не будем. Будем ее сносить. Баня 100-летней давности уже вросла в землю. Вот такой кусочек сетки у нас остался. Получается, здесь у нас, по-моему, 30 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, здесь получается 30 метров. Между столбами у нас проем 3 метра. В одном месте он 4 метра. Для того, чтобы можно было здесь проехать к какому-то транспорту. Там она быстро снимается. Это калитка. Калитку он сам сварил. Сваркой. Получилось очень красиво. Такой у нас теперь этот забор. От рулона остался вот такой вот кусок. Рулон нам еще пригодится, если мы будем окучивать картошку. Это наш сарай. Сарай, не сарай. Это у нас погреб. Этот погреб мы засыпали. Здесь была ямища здоровая. Ой, как тут красиво стало. Я даже не видела. В общем, здесь была яма. Сюда насыпали мусор из того сарая, который сносили. И потом песок. Все это свезли тележками. Что-то долго они тут ковыряли с муж и сыновьями. Вот сделали. Вот такая лопата старинная. Какие-то старинные шмотки висят. Игрушки тут, кстати, есть. Такой вот самолет. А, где-то я проходила в машину с моим котом. У меня же кот одноглазый. Такой с бельмом. Вот этот кот едет на машине с повязкой. Кот сегодня у меня не снимается в ролике. Где-то он шарится. Вообще, я думаю, что я не справлюсь с таким большим огородом. Но вот вчера прополол две такие большие гряды. Нормально. Руки. Руки у меня были вчера черные все. А полю я без перчаток. У меня там есть перчатки. Я пыталась с них что-то делать. Но моя деревенская привычка делать все без перчаток не может мне позволить привыкнуть к перчаткам. Руки у меня вчера были как поросенка, все черные. Да и обычно приходишь на огород, там черный лоб, вся в комарах, искусные. Вот. Я вчера себе сделала маникюрчик такой красивый. Ну, это так, для ролика, чтобы вы не пугались. Потому что если бы я показывала вам эти черные ногти, вы бы меня там все задизлайкали. Всем пока. До новых встреч. С вами была Ирина Макарова. Спасибо, что заглянули в мой огород. Вот он, мой гусь. Что, вы мне ножик принесли? Где-нибудь пожестче. Ой, какие мы красивые. С праздником. С праздником тебя. Ой, да. Вот они, вот они мы. Что скажете, это мой сосед. Это, да, любимый, любимый сосед. Что, вы принесли мне ножик? Нет, что делаю? А сегодня, между прочим, это грех делать. Сегодня я ничем не занимаюсь. Да, а то обрежется еще, не надо. Нет, не то, что вообще грех. И завтра, а завтра это. А сами как точить собрались. Твой ножик. Во, как раз. Приходите к вам, гусейте, снимать. Хорошо, приду. Придешь? Да, да, обязательно. Испортил кадр. Испортил кадр?